Добрый вечер! Меня зовут Ирина. Я очень рада приветствовать вас сегодня в Зима Клаб на очередной из наших полезных встреч, где мы обсуждаем различные актуальные вопросы, связанные с разными аспектами жизни. Хочу вам напомнить еще раз, что миссия Зимы заключается в том, что мы объединяем, вдохновляем и помогаем всем русскоязычным людям, которые живут на территории Великобритании и по всему миру. Поэтому сегодня мы хотели бы немножечко выйти за рамки обсуждения того, что происходит в Великобритании и посвятить нашу встречу такой интересной теме, что происходит с недвижимостью в Нью-Йорке. Вы все знаете наверняка, что пандемия коронавируса поменяла многие сферы нашей жизни и очень серьезно отразилась на рынке недвижимости. В Лондоне начался невероятный спрос и даже мы сейчас ощущаем нехватку домов. Так много людей за время локдауна решились переехать в новое жилье. Но оказалось, что в Нью-Йорке, где тоже есть большое русскоязычное комьюнити, происходит настоящий бум покупок зелья. Но при этом цены на квартиры и дома здесь не повышаются, а наоборот падают. Чтобы понять, что происходит на рынке недвижимости Нью-Йорка, мы пригласили в Zimaclub сегодня руководителя направления по работе с русскоязычными клиентами компании Bars New York Екатерину Надирову. У Кати очень-очень интересная биография. Катя, я рада тебя очень приветствовать. Я сейчас кратко расскажу о тебе, потому что я с удовольствием прочитала. Прежде чем начать свою карьеру в сфере недвижимости, Катя более 15 лет проработала на различных должностях в ведущих некоммерческих и международных организациях, занимающихся развитием образовательного сектора. Получила степень магистра международных отношений Колумбийского университета. Катя переехала в Нью-Йорк из Москвы, и с тех пор она жила на Upper Wayside на Манхэттене и Коби-Хилл в Бруклине, а сейчас проживает со своей семьей в районе парк Скоби-Хилл в Бруклине. Катя, добро пожаловать! Спасибо тебе огромное! Хочу тебя еще раз представить, поприветствовать и спросить, как же пандемия повлияла на рынок покупки, продажи, аренды жилья в Нью-Йорке и что происходит на нем сейчас? Большое спасибо! Очень рада быть здесь с вами, быть на этой платформе и рассказать немножко о той ситуации, которая сейчас у нас происходит в Нью-Йорке с недвижимостью, о той новой энергии, которую мы видим в городе, о новых трендах. Я покажу какие-то цифры. Также я представлю несколько проектов, которые, я думала, заинтересуют аудиторию. Ну и мы обсудим процесс покупки жилья в Нью-Йорке, степ-бай-степ, скажем так, шаг за шагом, что же нужно делать, чтобы приобрести здесь недвижимость. Сейчас я поставлю свою прекрасную презентацию. одну секунду и начнем. Ну вот почему стоит покупать именно сейчас. Я начну с представления той компании, в которой я сейчас работаю. Компания Barnes – это французская глобальная компания недвижимости. она международная. У нас 90 офисов в 16 странах. Мы представлены как в Лондоне, так и в Москве. В Америке у нас три офиса. Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес. 900 специалистов. На 2019 год количество продаж недвижимости было на больше, чем 6 миллиардов долларов США. Вот, собственно, здесь вы можете видеть те услуги, которые представляет компания. Но это не только услуги по продаже, покупке и так далее недвижимости, но также мы управляем активами. Мы можем вам найти и продать или помочь вам купить исторические владения замки. У нас есть отдел, который занимается продажей, покупкой виноградников. Также есть эксперты, которые могут вам помочь управлять вашей коллекцией искусства. Большой отдел, занимающийся яхтами. Мне кажется, в этом году это очень интересная тема. Покупка и продажа яхт. И также в ближайшее время банк планирует открыть такие направления, как авиация, коллекционные часы и автомобили люкс. То есть мы работаем с премиум-класса. И вот вы видите эти все услуги. И чтобы очень долго никого не задерживать, почему вы здесь сегодня собрались, посмотрим, что же происходит в Нью-Йорке. Ну, со вчерашнего дня нам было объявлено, что Нью-Йорк полностью открыт. То есть 70% населения Нью-Йорка вакцинировалось. Вчера вечером состоялся прекрасный салют. То есть, в принципе, мы на пути к восстановлению. И как-то вот, видимо, уже скоро жизнь вернется полностью в нормальное русло. По недвижимости показатели из-за пандемии упали. Но с начала этого года реальный бум покупок за первый квартал 2021 года на Манхэттене только было продано квартир больше, чем за последние 6 лет. То есть это все, конечно, связано с тем, что больше жителей Нью-Йорка просто получают вакцинацию, предприятия открываются, у нас открылись школы в конце учебного года, планируется возвращение работников в офисы, уже достаточно такое агрессивное. То есть кто-то начал уже на этой неделе. В общем, план вернуть большинство работников в офисах к сентябрю. Ну, это одна из частей, почему у нас, скажем, такой бум покупки. Также мы можем говорить о низкой ставке ипотеки, которую вот я здесь написала, на конец прошлой недели составляла от 2,2% до 2,8% в зависимости от сроков вашего ипотечного кредита, то есть от 15 до 30 лет. И вот я просто не хочу быть голословной, хочу сейчас показать несколько слайдов, чтобы вы просто понимали, какая действительно ситуация на рынке вот с покупкой, с предложением и так далее. Вот этот слайд, он может быть немножко тяжелый, но я вас проведу по нему. Вот предложение 6 916 квартир, это вот на состояние на конец прошлого года, это то, что сейчас у нас реально находится на рынке. И вот посмотрите на то, что происходит в контракте с начала года. Вот сейчас у нас 5 431 квартира в контракте. Это значит, что был заключен договор купли-продажи. И вот здесь внизу зеленым написано процент, 186%. Это количество контрактов, подписанных, превышает прошлый год на 186%. Вот такая вот ситуация. Если мы смотрим на контракты, только подписанные в прошлом месяце в мае, их 1587, это на 896% превышает, в общем, ситуацию прошлого года. Да, в прошлом году в это время мы были в таком глубоком локдауне. И, в общем, это, наверное, понятно. Но то же самое, это, конечно, какая-то сумасшедшая совершенно цифра. Вот, мы также можем здесь видеть среднюю скидку в мае, да, и вот 7,3% дни на рынке. Это Манхэттен, Бруклин. Немножечко другая история, но тоже достаточно похожая. Предложений здесь меньше. 3257 квартир на рынке. На 30% больше предложений, чем в прошлый год. В контракте, вот вы видите, сколько, на 326% количество подписанных договоров купли-продажи превышает в прошлый год. И, ну, скидка 4,6% в Бруклине, но это, собственно говоря, ожидаемо. Бруклин менее пострадал, чем Манхэттен от пандемии. Вот поэтому, собственно, здесь и такие скидки. Следующий слайд тоже очень быстрый. Я пробегусь просто, чтобы вы понимали, о каком ценовом диапазоне мы говорим. Вот, если вы посмотрите, то большинство квартир, в принципе, продается в сегменте от миллиона до пяти. Вот это по Манхэттену в контракте, это, значит, был заключен договор купли-продажи. Да, то есть вот квартира от двух миллионов до пяти миллионов, но попросите внимание, да, на 95,2% превышает подписанные контраты с начала года. То есть вот, собственно, вот где у нас находится, где люди, в общем, покупают в каком ценовом диапазоне. А вот Бруклин, ну, в общем, похожая картина, то же самое от миллиона до пяти. И вот здесь то же самое от двух до пяти миллионов. Мы видим, насколько просто поднялись, да, ну, просто покупка этих квартир, да, и от миллиона до двух тоже самое, очень популярность ценовой семьи. Вот это просто очень быстро проиллюстрировать, вот то, что я говорила о Буме, да, и что люди реально покупают. Вот, то есть сейчас, ну, с рынка сносится все, да, то есть каждую неделю у нас подписывается где-то по 400 договоров купли-продажи. Это совершенно колоссальное количество. В сегментах рынка до миллиона у нас уже начались такие войны предложений. То есть, в принципе, покупатели, они понимают ценность низких процентных ставок, а также, в общем, понимают, что цены опустились, и цены стали достаточно справедливые, да, и они стали по рынку. Что происходит на рынке аренды? Ну, в общем, на рынке аренды у нас происходит падение цен, уступки и, ну, и скидки, да. То есть позитивная динамика, так же и как и на продаже, народ возвращается в город, да. То есть те, кто уехал, возвращаются, потому что им нужно теперь уже работать не из дома, а из офиса. У нас динамика началась в районах, таких районах, как Upper West Side, Midtown, куда люди переезжают, чтобы быть поближе, ну, к своему, к своей работе, к своему офису. Средняя цена квартиры в аренду на Манхэттене сейчас составляет 2700 долларов, это где-то на 20%, 22% ниже, чем это было год назад. В Бруклине цены на аренду просили где-то на 13%. Ну, в общем, как я уже сказала раньше, просто Бруклин был менее пострадал из-за пандемии, вот, и изначально ценник на аренду в Бруклине был просто ниже, чем Манхэттен. Что же делают владельцы сейчас, и, в общем, что вы можете от них ожидать? Да, они идут на всевозможные уступки, чтобы, в общем, каким-то образом сдать свою квартиру. Эти уступки включают в себя в среднем 1-2 месяца бесплатной аренды, при аренде на 12 месяцев. Также многие владельцы предлагают такие стимулы, как оплату брокерских услуг, коммунальных платежей и так далее. У нас огромное предложение по аренде, которое, в общем, тоже нужно каким-то образом владельцам, ну, в общем, что-то с этим делать и как-то это двигать. Размер имеет значение. Ну, в общем, в пандемии мы это очень хорошо все поняли, когда нам пришлось всем начать работать из дома со своими любимыми домочадцами и так далее. И вот сейчас, конечно, у покупателя, у арендодателя появился новый аппетит к большим пространствам. Предоставляются большие скидки на маленькие квартиры. То есть, если раньше эти квартиры как-то еще продавались, то сейчас вы можете ожидать хорошую скидку на студии и однокомнатные квартиры. Ну, понятно, в общем, люди работают из дома, многие хотят продолжать работать из дома, многие будут работать из дома. так уже, понятно, политика каких-то компаний. Поэтому спрос на двух-трехкомнатные квартиры огромен. Квартиры с балконами, квартиры с террасами. Также очень-очень в цене сейчас. И продаются намного лучше, чем студии и однокомнатные квартиры. Также пандемия оживила спрос на таунхаусы, как в Манхэттене, так и в Бруклине. Безумие на этом рынке. В Бруклине, вот последняя статистика, что покупка таунхауса в Бруклине превышает прошлый год на 480%. Ну, в общем, не удивляют уже ничего эти огромные проценты. Спрос на Бруклине, в Бруклине вот сейчас на таунхаусы, на дома превышает предложение в 3-4 раза. У нас очень-очень, в принципе, мало чего осталось на этом рынке в Бруклине. Вот, чтобы просто было понимать. С начала года в премиум классе, то есть с ценником 4 миллиона плюс, в городе, ну, это Манхэттен, Бруклине было продано 95 таунхаусов. Это огромное количество для города. То есть, в принципе, пандемия на этот сегмент рынка очень позитивно повлияла. Ну, открываются школы, да, то есть возвращение в город, как я уже сказала, офисы. С сентября школы в Нью-Йорке будут уже вживую, да, то есть не будет вот этого онлайн обучения. Вот, и я думаю, что так как процентные ставки, в общем, невероятно низки, и так как цены у нас в Нью-Йорке, в общем, не наблюдали такого скачка, как это было в других, скажем, рынках в США или, ну, или в мире тоже, в общем, в Лондоне, в Москве цены достаточно поднялись на недвижимость, пандемию. Я считаю, что вот с этой точки зрения, да, все-таки Нью-Йорк еще у нас продается и предлагается со скидкой, да. Несомненно, что открытие Нью-Йорка и то, что вот вчера у нас произошло, и вот мы достигли вот этого рубежа 70% вакцинированных в городе, это, ну, в общем, поднимет цены, и оно поднимет продажи, поднимет цену на аренду. Поэтому, если у вас есть перспективы где-то 5 плюс лет, да, и вы думаете, что вот в этой перспективе вы, скажем, будете в городе, или вы можете, хотите здесь жить такое количество времени, сейчас, в общем, самое такое хорошее время и подходящее время для покупки. Если вы продавец, то есть если посмотрим с другой точки зрения, тоже прекрасное время продать квартиру, потому что недвижимость, которая выставлена по правильной цене, да, она продается очень быстро и во многих случаях даже с несколькими предложениями. Поэтому, если вы думаете, что вы хотите продать то, что у вас есть в Нью-Йорке, я думаю, что сейчас хорошее время это выставить на рынок. Много покупателей, и, наверное, если правильно вы все выставите по цене, вы это попрошу и быстро продадите. И вот дальше я бы хотела поговорить о таком сегменте рынка, в котором, в общем, сейчас можно ожидать каких-то скидок, уступок, дискаунтов, и то, что, в общем, наверное, интересно для аудитории с имениционной точки зрения. Новое строительство в Нью-Йорке. Ну, Нью-Йорк у нас просто застроен, перезастроен. 900 новостроек в Манхэттене и Бруклине. И просто очень быстро хотела осветить плюсы, да, почему же, собственно, почему бы покупать новостройку, а не покупать вторичное жилье. Ну, вот, конечно, больше возможностей для сдачи аренды и перепродажи. Да, арендный потенциал очень хорош. В городе много старых зданий, как с точки зрения внешнего вида, так с точки зрения интерьера. И, конечно, больше, более актуально инвестировать во что-то новое, современное, какой-то, ну, дом, квартиру, как опережающие тенденции дизайна. Новые стандарты дизайна строительства. Постоятельные стандарты постоянно развиваются, и вы, конечно, получите выгоду от использования, ну, от того, что вы живете или вы владеете квартирой в доме, где использованы лучшие материалы, да, обеспечивающие, я не знаю, оптимальную эффективность, и, ну, следовательно, определенную экономию. Более низкие расходы на содержание первых пяти лет. Новый продукт гарантирует отсутствие затрат на ремонт в первые пять лет, то есть и самой квартиры, как ваши личные расходы, так и, ну, здания, да, восстановительных работ зданий, в общем, это, понятно, таких общих работ. Когда вы покупаете квартиру на самоначальной стадии или раннего приобретения, на стадии строительства, то вы автоматически, в общем, получите выгоду от замораживания покупной цены, да, вот, это, в принципе, достаточно привлекательно, да, в таком рынке, как Нью-Йорк, где общая оценка рынка недвижимости, ну, исторически высока. То есть, в общем, другими словами, вы покупаете завтра, по сегодняшней цене, да, то есть это тоже один из таких привлекательных моментов новостройки. Программа Tax Abatement 4.2.1. Это очень интересная программа, и я в дальнейшем презентации покажу два здания, которые имеют эту программу, и я думаю, что они будут очень интересны аудитории. Такая программа была начата в городе в 1971 году для стимулирования строительства домов путем резкого снижения налогов на недвижимость на определенный период времени. Застройщики, которые проходят квалификацию, да, они могут получить льготы, которые обычно длятся где-то от 15 до 25 лет, вот, и эти налоговые льготы, полученные застройщикам, они передаются покупателям квартир-зданий. То есть, в общем, иными словами, собственник квартиры, да, имеет право на льготу, полученную девелопером для квартир в этом строящемся доме. И, в общем, не важно, если покупатель использует эту квартиру сам или сдает ее в аренду. То есть не обязательно вам там жить, чтобы иметь возможность получить вот эту налоговую льготу. Это очень-очень такой важный момент, я хочу на нем заострить внимание. Эта программа, к сожалению, практически завершена. То есть вот в городе существует всего несколько зданий, которые сейчас предлагают такие скидки и участвуют в этой программе. Я покажу эти два здания. Одно из них называется Brooklyn Point, оно находится в Бруклине, другое называется One Manhattan Square, оно в Манхэттене. Оба здания премиум-класса, в оживленных районах, имеют очень низкие ежемесячные платежи, идеально подходят какой-то для собственной резиденции или для инвестиций. Почему новостройку покупать сейчас? Почему не подождать еще какое-то время, собственно, если мы говорим о том, что город перезастроен? Значит, вот смотрите, такова ситуация, что да, 902 строек, значит, с предложением где-то в 15 тысяч квартир. Вот то, что мы имеем. Конечно, COVID повлиял очень сильно на девелоперов, у нас закрылись границы, как и везде ограничился международный туризм, экономика замедлилась, то есть, в общем, те люди, на кого рассчитывалась эта недвижимость, просто перестали сюда приезжать, то есть не имели возможности сюда приехать. Также мы не должны забывать, что девелоперы, у них есть свои, в общем, какие-то жесткие ограничения финансово и отчетного года, то есть им тоже нужно платить по своим платежам. И если их, вот это предложение, то, что у них есть, не двигается, то, в общем, тогда им очень тяжело платить свою ипотеку, то есть те счета, которые приходят к ним. И, конечно, вот в самом разном, в прошлом году, в самый разгар, в ДМИ, где-то год назад, наверное, в прошлое конец лета, осень, мы стали наблюдать, в общем, очевидные признаки застройщиков, их готовности вести переговоры о приличных скидках для покупателей. То есть, в общем, если до этого, мне кажется, очень многие здания были просто переоценены, да, то вот COVID, он как-то спустил застройщиков, да, девелоперов спустил их просто с небес на небо. Они поняли, что, в общем, если, ну, сейчас не опустить цену и как-то не начать негашировать с покупателем, в общем, они останутся вот с этим всем предложением, которое у них находится, да, и что с этим делать. Вот, смотрите, значит, вот из этих 15 тысяч, то, что я сказала, да, этот тот объем, который существует в городе, не проданных квартир на востройках, только 20% из этих квартир на рынке, да, то есть 80% – это теневое предложение. И вот последняя статистика у нас такова, что в мае у нас действительно очень активно пошли продажи в новом жилье, да, то есть было заключено там что-то, я не знаю, 400, у нас где-то с начала года 400, больше 400 договоров купли-продажи, извините, было заключено в новостройках, но все равно это не так, не то количество транзакций, которое нужно застройщикам, да, чтобы, в общем, каким-то образом сдвинуть этот рынок, да, с какой-то такой, ну, мертвой точки, к которым мы уже подходили, скажем, с 2019 года, с конца 2018-го, начало 2019-го года, вот, уже тогда у нас наметилась тенденция, уже тогда начались какие-то небольшие уступки, да, там, может быть, в районе 5%. Сейчас, сейчас реально, как бы, застройщикам, ну, мы можем быть очень креативными, да. Следующий момент, который тоже немаловажно, в общем, ну, затронув здесь, это то, что может произойти через, там, ближайшие 3-5 лет, да, цена строительства в Нью-Йорке очень высока, и, в принципе, я думаю, что вот COVID поменяет то количество зданий, которые вот сейчас у нас будут строиться в городе, да, то есть, наверное, будет какая-то переоценка самими девелоперами того, что они захотят строить, ну, и плюс материалы очень дорогие, цена труда очень повысилась, строительство само дорогое, разрешение получения лицензий на строительство очень дорого, страховка очень дорога в Нью-Йорке, то есть здесь масса таких моментов, которые, в общем, надо о ней задумываться, потому что если строительство не будет в том темпе, который у нас здесь наблюдалось за последние, скажем, 5-6-7, ну, даже там 10 лет, то в определенных сегментах рынка, да, через 3-5 лет у нас может быть возникнуть недостаток предложения, то есть сегмент рынка, ценовой сегмент рынка, мы говорим где-то до 5 миллионов долларов, вот то, что я показала слайд до этого, вот в том, где вы видите, где сейчас люди покупают, от миллиона до 5, да, вот там, вот в этом сегменте у нас может быть как раз недостаток квартир, это квартиры для людей, которым надо купить, то есть, наверное, в премиальном сегменте от 15 миллионов выше у нас всегда будет предложение в городе, потому что этот сегмент покупают люди, которые хотят купить, им не обязательно купить, но они просто хотят купить, они любят Нью-Йорк, они любят этот вайб, они любят эту энергию, они хотят купить. Миллион надо пяти, этим людям надо купить, и у нас может просто произойти, вот, ну, просто не будет этих квартир, да, поэтому сейчас, я думаю, что это замечательное время все-таки вступить в разговор с девелопером, да, и получить скидки, которые, в общем-то, достаточно немаленькие, да, опять же, мы не можем говорить про все новостройки города, да, потому что каждый проект отличается, и какие-то проекты очень удачно были позиционированы по цене изначально, и они очень удачно продавались и продаются, но есть проекты, которые на 50-60% не проданы, да, это не факт, что они какие-то плохие проекты и так далее, это просто, ну, может быть, ценовая политика была неправильна изначально, быстрая, да, они были очень завышены по цене, вот там, там есть возможность очень-очень хорошо негативировать застройщиков. Скажем так, мы все слышали историю о том, что не так давно в одном из таких премьер-классов зданий был продан пентхаус, он был куплен несколько лет назад за 50 миллионов, сейчас он был продан в половину, но вот, опять же, эта история, она показывает то, что вот не факт, что этот пентхаус, он и стоил, там, скажем, 50 миллионов, да, изначально, может быть, он и стоил и 30, и 40, а может быть, даже 20, да, поэтому это еще не факт, что, в общем, он был продан в ковиде, да, с какой-то ковидный, с ковидным дискаунтом, да, поэтому еще раз хочу акцентировать внимание, что каждый, каждый объект, он должен, на него нужно смотреть отдельно, и, конечно, под одну гребенку причислять все новостройки города невозможно. Это у нас появились, ой, извини, пожалуйста, у нас просто появились тут уже первые вопросы касательно того, мы сейчас попробуем ответить. Ну, давай, да, давай, почему нет, будет немножко тяжелее. Такой актуальный вопрос как раз по поводу того, как смотреть, как приезжать, потому что сейчас все эти ковидные ограничения, если есть заинтересованность в покупке, обязательно ли приезжать, или у вас это возможно все рассмотреть и сделать удаленно? Ну, я бы, конечно, рекомендовала приезжать, если возможно, да, потому что все-таки, конечно, хорошо потрогать все своими руками и так далее, но это не обязательно сделать так. В ковиде, вот у меня, например, было несколько совершенно таких удаленных сделок, когда мои клиенты были, не находились в США, находились за его пределами и очень, ну, в общем, мы удачно все закрыли, все происходило по Zoom, по FaceTime, то есть, в принципе, возможность совершения покупки сделки такая существует, ну, вы также можете дать, скажем, если вы покупаете на LLC, да, то вы можете это сделать также по доверенности, да, то есть, в принципе, есть возможности купить и не выступая на эту землю. И у меня такой опыт, в общем, он был, он, конечно, был очень такой непростой, и нам всем пришлось работать в два раза больше, ну, то есть, те, кто был на сделке, юристы, банкиры и так далее, и брокеры, вот, потому что это была такая неизведанная территория, мы, собственно говоря, не знали, а что же мы делаем, как все это будет, как это закрыть, но, в конечном итоге все прошло, и мы все закрыли эти сделки, так что, в принципе, это не проблема, если вы не можете быть в Америке сейчас. Спасибо большое, потому что, мне кажется, это такой вопрос важный, который, наверное, многих волнует. Вот извини, пожалуйста, что я тебя прервала. Нормально, это как раз, в общем, в тему, да, потому что сейчас я хочу показать несколько предложений, и я думаю, может быть, вот они как раз будут очень интересны, я их разбила на четыре категории, эффективные, амбициозные дизайны, роскошные. Просто вы поймете сейчас, почему это называют. Вот один из проектов, это, значит, это здание называется «Bunderwater», находится в районе Морринсайк-Хайтс, ну, те, кто знает Нью-Йорк, вот, собственно, наверное, понимают, о чем я говорю. Это район, где находится Колумбийский университет, прекрасное совершенно здание и очень хороший потенциал в плане арендоспособности, потому что здесь, ну, это студенческий кампус, здесь профессора, семьи рядом, медицинский кампус Колумбийского университета, прекрасные планировки, и квартир начинается со студий. Так, вот, просто я покажу. Вот это такой прекрасный объект. Следующий объект – это в Бруклине. Я вот уже говорила о тех налоговых льготах, которые некоторые застройщики получают, и это вот одно из тех зданий. Это называется здание «Бруклин-Поинт». В нем, кстати, самый большой на крыше находится такой инфинити-пул. Он самый большой, по-моему, вообще там чуть ли не в мире этот бассейн. Прекрасное здание, у них 458 квартир. Этот дом имеет налоговые льготы на 25 лет. Шикарные виды, прекрасный район, и также квартиры начинаются со студий. Вот статистика, вот этот бассейн, о котором я говорила, вот такой там вид. Можно... Переезжаем в Нью-Йорк. Да, вот посмотрите, не то слово. Очень прекрасное, вообще шикарное здание. Следующий проект, это... Он находится в Миттауне, в Манхэттене. Я его показываю здесь, потому что, в принципе, он, наверное, хорош для тех, кто вот сейчас возвращается в город и начинает работать в городе, потому что у них очень хорошее представление студий, квартир-студий, и начальная цена очень такая, ну, доступная. То есть, когда я говорю, вот это начальное стоило 750 тысяч, то есть, вы понимаете, что, в общем, здесь имеются и определенные... Ну, то есть, девелопер идет на уступки и так далее. Да, то есть, это не то, в общем, то конечная цена, которую вы, скорее всего, купите. Вот такое здание. One Manhattan Square. Еще одно здание с налоговыми льготами. Находится оно в Манхэттене. 787 квартир. И начинка этого здания совершенно потрясающая, потому что здесь имеются там несколько бассейнов, кинотеатр, баскетбольный корт, теннисный корт, там ресторан. То есть, вот на самый взыскательный вкус вот это здание, конечно, имеет все, что вы хотите внутри. И в ковиде у меня, кстати, многие клиенты именно искали вот в этом здании купить квартиру, потому что, ну, собственно, хотели никуда вообще не выходить, хотели получать услуги именно вот в этом здании. Lantern House. По-русски, наверное, это будет называться дом-фонарь. Совершенно потрясающее здание в плане дизайна. Значит, его спроектировало архитектурное бюро Томаса Хэдервейк, это очень известный британский архитектор. Вот оно называется дом-фонарь, потому что вот если вы видите, вот такие все окна, они как такие, как фонари. Расположено вот в очень удачном месте, рядом с парком Хайлайн. Очень популярный парк. Расположен недалеко от офиса Google. Я думаю, что они как-то специально это все себе продумали, чтобы Google у них поселил здесь людей своих. Великолепные здания рядом с Гудзоном, рядом с парком на Гудзоне. Мне кажется, они очень удачно, кстати, вот сейчас продают свои квартиры. Они были очень популярны. Вот как это выглядит внутри, бассейн. Следующее здание, которое тоже, наверное, стоит упомянуть, 277 Фефт. Это новостройка, которая находится на 30-х улицах 5-й авенюйс, и кто знает Нью-Йорк. Великолепные виды, очень-очень качественно сделано здание. Я бы назвала это, конечно, такой доступный люкс. Планировки начинаются от двух комнатных квартир и выше. То есть это такой район, это уже мы приближаемся к району Номад. Ну, это в Номаде, и это рядом с районом Флотайра. Вот цены. Очень-очень красивое здание и очень качественно сделано. Несколько объектов я хотела показать, которые я отнесла в категорию роскошные, ну, потому что вот тяжело от них не сказать. Я их видела сама, и, конечно, потрясающе то, что будет. Значит, первое – это резиденции в гостинице «Волдов Растория», которая сейчас полностью перестраивается, и часть здания, часть гостиницы будет отведена под резиденции. Исторический район, историческое здание. Мы все знаем, в общем, что такое «Волдов Растория». Для истории Нью-Йорка – это большая вещь. Все знаменитости останавливались там. И, наверное, может быть, кто-то захочет иметь для себя кусочек истории Нью-Йорка. Вот там такая вот красота. И последний объект – это объект российского дебелопера Владислава Доронина, который вот мы ждем, буквально уже должен выйти на рынок. Ну, то есть они уже на рынке, они уже продают, там «Аман Резиденсы». Вот они его просто доводят до ума, этот комплекс положен на 5-й авеню. Если вы знаете город, то вот это здание прямо напротив магазина «Тиффани» на 5-й авеню. Часть этого здания будет отведено под отель, а часть будут ваши личные резиденции, виды центральных парков. Все начинается. Вот начальная остановность, мы видим, какова. и планировки от двухкомнатных квартир, многие квартиры там с бассейнами и так далее. Это что-то такое, в общем, это суперлюкс и всего 22 резиденции, из которых, я так понимаю, уже достаточно много было продано. Вот, собственно, на теме продано, да, вот, наверное, сейчас хорошо было бы рассказать о том, как же приобрести недвижимость в Нью-Йорке, потому что, в общем, все спрашивают, все хотят понимать, там, отличие, что такое, там, когда минимум, что такое кооператив, вообще, что лучше, что хуже. В общем, в Нью-Йорке существует два вида, да, вот, квартир, которые можете купить одни, это кондоминимум, где вы реально являетесь владельцем квартиры, да, то есть, вот, ну, это в таком нашем понимании, да, вот, вы за плату стоимости квартиры вы становитесь владельцем недвижимости, то есть, вот этих всех стен и так далее, да, то есть, вам передается акт собственности, когда вы заключаете сделку, да, также вам при покупке этой квартиры принадлежит процентная доля общих частей здания с другими владельцами. Зданием обычно в такой ситуации управляет управляющая компания, которая ежемесячно с вас взимает плату за обслуживание здания, вот. Кроме того, каждая собственная квартира обязана платить на налог на недвижимость, если вы владеете кондоминимумом. Вот. Ну, вот, как я уже показала, там несколько зданий, да, некоторые здания имеют такую выгоду, да, от программы снижения налогов на недвижимость. Это кондоминимум. Другая форма собственности, которая распространена в Соединенных Штатах, это кооперативное жилье. То есть вы в этой ситуации не владеете недвижимостью, а вы акционер компании, которая принадлежит здания. Вот в Нью-Йорке количество кооперативов составляет где-то 60%, 70% жилого фонда город. Большинство домов, городов, это кооперативы. Ну, вот, если мы рассматриваем эту недвижимость с точки зрения инвестиций, то, наверное, это не самое лучшее вложение ваших денег, да, потому что кооперативы абсолютно не имеют гибкой политики на аренду. У них очень строгие правила, то, когда вы можете арендовать свою квартиру, иногда это через год после владения, но в большей части, и в больших случаях это через два года после владения, и через два года после владения вы можете ее арендовать только на, там, два года, или, скажем, два года из пяти лет. То есть реально, в общем, если вы хотите просто купить квартиру, сдать ее в аренду и получать какую-то, в общем, прибыль с этого, то это не самый лучший вид покупки, хотя, в общем, кооперативы сейчас достаточно доступны по цене, и в связи с COVID-ом у нас очень просили цены, особенно на кооперативы в Мидтауне, да, потому что просто все выехали, никто не хотел там быть, но еще раз я повторюсь, что, наверное, с точки зрения инвестиционной покупки кондоминимум будет лучше, в кондоминимуме вы можете купить квартиру на следующий же день, туда поселить жильца, все очень легко и просто, процесс покупки тоже упрощен, то есть у вас нет тех, ну, как бы вы не становитесь акционером компании, понимаете, каждый кооператив пытается вас оценить как потенциального акционера, и очень, ну, в общем, это не всегда, не всегда приводит к сделке, не всегда даже люди могут купить в кооперативе в Нью-Йорке, это достаточно сложная история, с кондоминимумом все намного проще, и вот новостройки города, о которых я вот сейчас рассказывала, это все кондоминимумы, это все кондоминимумы, где процесс покупки очень-очень упрощен, и они, ну, так скажем, инвестор-френдли, то есть они понимают, что многие люди покупают эту квартиру для, там, не скажем, своей резиденции, но просто как инвестиционное жилье. И вот, просто быстро пробегусь по процессу, ну, он достаточно, наверное, ничего здесь нет в этом уникального, он, наверное, везде практически одинаков, вы презентуете предложение о покупке, да, продавцу, просто электронным письмом, с изложением условий в предложение, цена, ожидаемая дата закрытия, после чего, если такое предложение принято, то вы вы нанимаете юриста у недвижимости, который уже будет представлять ваши интересы в сделке, то есть они будут от вашего имени, в общем, анализировать этот договор купли-продажи, и все остальные элементы связаны, относящиеся вот к кондоминиуму, или к оперативу, то, что вы покупаете, они будут смотреть на финансы дома, различные текущие ремонтные работы, какие, возможно, проходит или планируется подзаконная акция и так далее, то есть ваш юрист сделает вот так называемый due diligence, то есть все узнает об этом здании, об этой квартире, перед тем, как вы уже заключите договор купли-продажи, и вот, если все хорошо, и, в общем, все, ваш юрист удовлетворен той информацией, которая была получена в отношении здания квартиры, то вы подписываете договор и вносите депозит, ну, в общем, обычно, я здесь написала, это где-то 10% обычно сделано, 10-20, я бы сказала, 20% от покупной цены, да, вот то, что вы покупаете, вносите депозит. Все, после чего подписывается договор, вот, и он становится полностью исполненным. Следующее, ну, что, следующие шаги, да, это, если вы финансируете свое жилье, то, в общем, это финансирование, у нас сейчас в ковиде ситуация была достаточно сложная, потому что люди, ну, все мы сей работали там, из дома, ремонтли и так далее, и как-то не все банки были готовы, в начале ковида у нас какие-то были задержки, с финансированием, но, в принципе, это где-то до, там, от 6-8 недель вы должны получить уже, уже получить ваш, ваш заем из банка. Параллельно, в общем, вместе с брокером, да, вы готовите все необходимые документы, да, вот, как я это назвала, пакет для совета директоров, да, это пакет документов о вас для, для совета директоров дома, вот, такой, такой пакет достаточно сложный в покупке кооперативных зданий, в покупке кондоминиума, такой пакет, он, в принципе, очень упрощен. После того, как вы получили разрешение от кондоминиума, кооператива, вы получили ипотеку, если это, скажем, покупка наличным, мы убираем промежуточные шаги, и мы сразу, собственно, двигаемся к подготовке материалов, да, о вас, там, о покупке, вот, то сделка может быть завершена, вот, и, как я уже сказала, не обязательно даже вам присутствовать, да, физически в Нью-Йорке, то есть, можно такие документы на приобретение оформить в конституции США за рубежом, можно оформить доверенность, да, здесь на кого-то, что ваше присутствие в городе не обязательно, чтобы купить квартиру. И вот последний слайд, немножко о расходах, да, вот, чтобы просто понимали, в среднем расходы по закрытию сделки составляют от 3 до 6 процентов, да, от суммы покупки-продажи. и вот здесь цифры, которые, собственно, сколько вы в среднем потратите, да, на закрытие сделки, то есть, юрист, страхование титула собственности, вот, если вы покупаете новостройку, то здесь еще присутствуют допленные налоги, которые берет город, налог на продажу, города Нью-Йорка, налог на продажу штата Нью-Йорк, также вы оплачиваете гонорар юриста-продавца, да, спонсора, если вы финансируете, то у вас есть определенные расходы по этому, то есть, вот, где-то банковские расходы, они обычно, вот я говорю своим клиентам, где-то от 1 до 3 процентов от суммы заема ипотечного кредитования. Вот, собственно, на этой прекрасной ноте, да, о деньгах я готова принять какие-то вопросы и просто вот вам обсудить то, что сейчас я рассказала. Катя, спасибо большое, очень-очень интересно, такие потрясающие красивые апартаменты, с бассейном на крыше мне, конечно, больше всего понравилось, прям хочется сразу задуматься об этом. У нас, на самом деле, достаточно много вопросов, вот один очень конкретный вопрос, именно по районам, можно я прям с него, наверное, начну. Что вы можете сказать про резиденции в комплексах Waterline Square и 1535 Hudson Yards? Ага, 1535, ну, вопрос такой очень-очень общий, что вы можете сказать? Я, ну, это, это новостройки, и у них существуют те же проблемы, о которых, собственно, мы говорили и в вот в этой презентации, да, то есть эти девелоперы таким же образом, скажем так, кровоточат, как и многие другие, то есть вот эти Hudson Yards вообще, это все комплексы были построены для, в основном для инвесторов, которые сейчас у нас просто не могут не могут приехать в город, то есть вот сейчас у нас вчера открыли город, мы посмотрим, что нас ждет, то есть если у нас опять появятся покупатели из Китая, у нас опять появятся, ну, азиатские какие-то покупатели, но вот Hudson Yards, у них была очень тяжелая ситуация в ковиде, и мне кажется, вот как раз с ними можно очень хорошо вести разговор сейчас о том, о том, как можно, как можно их опустить, вот я вижу вопросы, да, я просто пройдусь, какая стартовая цена для покупки недвижимости сейчас, интересно узнать минимум, с которым можно обращаться, но это такой очень общий вопрос, честно говоря, потому что о какой недвижимости мы говорим, мы говорим о покупке кондоминиума как инвестицию, или мы говорим о кооперативной квартире просто для себя, о каком районе мы даже говорим, потому что районы очень отличаются, то есть сейчас огромное предложение в Манхэттене, в Манхэттене вы можете купить что-то явно подешевле, со скидкой в Бруклине, я уже показала просто предложение на 2000 квартир меньше, чем оно в Манхэттене, Бруклин очень популярен сейчас, у нас люди здесь хотят быть, потому что это немножко поспокойнее, в ковиде вы за свои деньги получаете больше пространства, поэтому это немножко такой очень общий вопрос. Интересно, по вашему мнению, 5 основных районов, где стоит рассматривать покупку недвижимости и почему? Наверное, я бы сказала, если мы говорим с инвестиционной точки зрения, то мы говорим о 5 районов, наверное, West Village, Greenwich Village, Flatiron, это будет Соха, это будет Ребека. Вот, наверное, 5 районов, которые я сейчас назвала, они стабильны, и там всегда будет интерес, и там он был в ковиде, он будет после ковида, я думаю, что вот эти 5, да, ну, возможно, возможно, мы опять, наш финансовый район, как-то Financial District, Волстик, как-то поднимется, но пока, в общем, там все очень сильно просело. какова средняя рентабельность покупки квартиры под сдачу в зависимости от района и размера? Очень, очень такой объемный вопрос, я бы сказала так, что, наверное, в среднем вы можете рассчитывать на 3%, где-то 2,8-3% вот такая будет рентабельность покупки квартиры в Нью-Йорке. Это очень общее, то есть, опять же, это надо смотреть по району, нужно смотреть по зданию, нужно смотреть по квартире, да, но это вот, вот, скажем, вот такой процент вы можете получить. Вот это под тем вопросом, который я вижу, который мне задали, поэтому я думаю, что, опять же, если мы говорим про новостройки города, то нужно смотреть вот каждый объект отдельно, да, и надо смотреть, когда объект вышел на рынок, то есть, те объекты, которые, скажем, уже на рынке были 3, 4, 5 лет и еще не продались, вот, вот там, там, вот это окно возможности, оно достаточно широко, открыто, многие девелоперы уже просто напрямую говорят об этом, да, они очень-очень готовы с вами негашировать, они готовы идти на уступки как в плане цены, так в плане того, что они, в общем, вам могут еще предложить, да, они могут взять на себя там оплату своих юристов, они могут взять на себя оплату нескольких ваших налогов, они могут вам дать в подарок машины место, они могут вам дать в подарок, я не знаю, какое-то там хранилище, да, так называемое storage, то есть вот опять же, это все, ну, это вот, вот это зависит от, от ситуации, зависит от конкретного, конкретного здания, но есть, например, у нас сейчас объекты, которые вообще не гашируют, вот, вот, Landon House, который я вам показала, да, великолепное здание, но пока они не готовы, не готовы ни к чему, они недавно вышли на рынок, и, в принципе, они себя чувствуют достаточно комфортно, вот, с тем объемом продаж, который у них есть, вот, а другие чувствуют себя менее, и вот важно просто очень правильно найти то здание, которое вот сейчас как раз той, той сложной ситуации, где вы можете очень хорошо купить. Вот еще один вопрос с Ютуба, но мне кажется, он очень схожий, тоже по поводу доходности, спрашивают, какая доходность капрейт при арендной квартиры, танхауса дома в Нью-Йорке, и как это влияет от района, а также формата жилья? Да, вот то, что я ответила, да, и это нужно смотреть просто индивидуально, даже не столько район влияет, сколько влияет сама квартира, и, как я уже сказала, размер имеет значение, вот сейчас мы, на самом деле, очень интересный момент в городе, да, и вот для тех, для застройщиков тоже, потому что COVID-19 так поменял нашу жизнь, да, и поменял, как мы стали работать, и как мы стали жить, и вообще, что люди теперь уже хотят для себя, какое жилье, и где они себя видят, в каком жилье, поэтому я думаю, что мы увидим какие-то изменения вот в плане строительства, да, то есть то, что я вот сказала, строительства, наверное, будет чуть меньше, да, вопрос, что будет строиться, да, вот потому что сейчас, мне кажется, многие хотят жить в более таких зданиях, бутиках, да, что-то поменьше, с меньшим количеством соседей, и вопрос размера, что будет строиться, да, то есть вот те квартиры, студии, да, которые сейчас, в общем, ну, заполнены в город, может быть, они уже каким-то образом так уйдут в прошлое, да, и вот те новостройки, которые у нас придут, это уже будет что-то такое, большие, большие пространства, может быть, больше что-то с балконами, с террасами, потому что я просто слышу от своих очень многих клиентов, которые хотят работать из дома, очень эффективно работают из дома, их компании не прессуют вернуться в офис, пока, пока мы не знаем, но пока на ближайшую перспективу, в общем, они будут дома, и все, все, все хотят размер побольше, квартира 2-3 комнаты, сейчас, вот так называемые, трехкомнатные, 3-bedrooms, ну, просто очень ценят, то есть они и на аренду, сейчас их тяжело найти, и на покупку, вот у меня сейчас несколько клиентов, и мне ищут вот такие, вот такие пространства, я поэтому очень хорошо просто это знаю, понимаю, и вижу, что то, что выходит большое на рынок, быстро, быстро, быстро очень покупается и уходит, вот, но опять же, я хочу вернуть всех вот к началу разговора, и, собственно, почему сейчас, потому что сейчас, почему сейчас нужно покупать, потому что мы в процессе восстановления, то есть подумайте, что, наверное, скорее всего, дно рынка, вот сейчас уже вы упустили, но не надо упустить восстановление, потому что восстановление займет время, и вот в этом восстановлении еще есть очень хорошие возможности, и вот если их найти, на них обратить внимание, то вы можете очень удачно купить квартиру в Нью-Йорке, на таком все равно низком рынке, ну, там где, в общем, всегда исторически у нас даже никогда не было и какой-то вообще скидок нигде, да, изначально новое строительство вообще ничего не предполагало, вот, то сейчас вот именно это время, и его очень-очень важно не упустить, потому что я думаю, что так как Нью-Йорк у нас быстро закрылся в прошлом году, а закрылись мы просто феноменально, буквально за неделю, то там же, в общем, феноменально быстро, вот сейчас мы начнем открываться, и вот, пожалуйста, я призываю всех не упустить этот ваш шанс, потому что, действительно, вы через какое-то время, я думаю, что через несколько лет, вот там в той же перспективе, пять плюса, которые я говорила, да, если она у вас есть, вы будете очень-очень рады, что вы вот сделали эту покупку, сделали выбор в пользу Нью-Йорка. Катя, спасибо. Можно я задам еще один вопрос? Рекомендуйте, пожалуйста, вот что делать человеку, который задумался сейчас насчет покупки недвижимости, либо инвестиционной, либо какой-то другой, с чего начать, и на что самое главное обратить внимание? Это все-таки место расположения или тот набор удобств, которые предлагают в том или ином здании? Ну, наверное, сначала надо найти хорошего брокера. Я думаю, что это уже понятно, где искать. Я думаю, что это первое, из чего надо сказать, начать с человека, который знает город, ну, опять же, с которым у вас будет какая-то связь и так далее. Вот, ну, профессионала, да, найти человека-профессионала. И что касается, что же сейчас, в общем, важно, на что же нужно, в общем, смотреть. Знаете, всегда в недвижимости мы о чем говорили? Локейшн, месторасположение, месторасположение, месторасположение. И, собственно, оно так и осталось. Но вот сейчас такую, наверное, уже домина вот в ковиде, и мы должны сейчас, очень интересный будет момент, наверное, там, может быть, полугода, даже года, мы будем смотреть, как мы вот восстанавливаемся, выходим из ковида, потому что вот тот вот размер квартиры, он стал иметь большое значение. начинка дома, она тоже стала иметь значение. То есть люди теперь не просто хотят купить дом, где есть только квартира, они хотят иметь возможность иметь, там, может быть, бассейн, чтобы не ходить куда-то там в спортивный клуб. Они хотят иметь возможность каких-то переговорных комнат, конференц-комнат, которые они могут тоже использовать. им не надо, предположим, ходить в офис, им нужно иметь вот эту возможность какого-то удаленного общения там с клиентом и так далее, чтобы это было тоже в офисе. Очень интересно, у меня есть клиенты, которые искали квартиру, чтобы там был гараж для машины, понятно, но чтобы этот дом был расположен очень близко к возможности быстрого выезда с Манхэттена. То есть у нас есть вот в городе несколько туннелей, которые тебя быстро выкидывают в разные стороны, то есть ты можешь быстро выехать в Нью-Джерси, можешь быстро выехать там, я не знаю, там в Бруклин, куда-то именно, но в основном в Нью-Джерси. Вот у меня были клиенты, которые именно хотели вот такой дом, чтобы вот он стал дома, здесь был туннель и все. И они сразу уехали из города, все, куда-то там на свой дом, на Лонг-Айленд и так далее. Вот мы сейчас вот интересно видеть вот этот выход из пандемии и на что же помимо месторасположения, да, конечно, если мы говорим про Вест-Виллдж, но Вест-Виллдж, наверное, всегда будет Вест-Виллдж, кстати, хочу обратить внимание, что там цены вообще никак не просили, там совершенно жутко твердый рынок, там ничего не продается со скидкой, вот, где бы все мы мечтали жить и быть и что-то купить со скидкой, там, наверное, никогда ничего не будет. Вот, да, локейшн, но сейчас размер. И сейчас уже многие работают из дома, думают, ну, может быть, я буду жить чуть дальше, да, там от офиса, но потому что мне туда просто не надо идти в офис, да, но я получу большую квартиру, там, с террасой, с видом и так далее. Так что, в общем, эти два компонента месторасположения и размера, мне кажется, вот сейчас это, в общем, такие вот две одинаковые вещи, люди как бы смотрят и на то, и на то, и уже потом решают, как бы, что для них важно, если это для инвестиций или это для, там, для собственной жизни. Спасибо большое. На самом деле у нас уже немножечко закончилось время, вот, поэтому я хочу искренне поблагодарить за такой интересный рассказ, за такую прекрасную презентацию. Теперь становится понятно вообще, куда бежать, что делать и почему это нужно делать именно сейчас. И на самом деле спасибо за представление таких прекрасных, роскошных, интересных апартаментов, и не только, потому что действительно все очень-очень интересно, красиво и роскошно. Вот, поэтому, наверное, будем завершать. Если будут еще какие-то вопросы, Катя, я с удовольствием, наверное, с вашего разрешения вам перенаправлю. Вот, потому что я думаю, что да. Буду очень рада ответить. Я просто вижу какой-то последний вопрос здесь вышел, но это немножечко не моя тема, но девушка спрашивает, Нью-Йорк все-таки выгоднее для инвестиций, чем Флорида или Калифорния. Вы знаете, мне, честно говоря, сложно сказать, потому что я работаю на рынке Нью-Йорка, да, и я лицензирована здесь. И, опять же, мы должны смотреть по сегментам рынка, просто нельзя так в общем говорить, там, что Калифорния или Флорида. В Калифорнии вы, скорее всего, будете покупать дом, да, во Флориде, ну, возможно, дом, возможно, кондоминимум, и это тоже, в общем, разные, как бы, ну, категории жилья, да. Мне кажется, вот я просто, знаешь, Ир, хотела вот такую на последнюю, как бы, нотку, да, сказать, что мне кажется, все-таки Нью-Йорк, он, конечно, город на любителя. Вот, понимаете, если вы ищете какую-то такую очень высокую рентабельность покупки, то я бы не сказала, что это вот, наверное, будет, возможно, Нью-Йорк, да, возможно, это будет какой-то еще, и, да, может быть, даже и не Флорида, и не Калифорния, может быть, это будет какой-то четвертый даже рынок. Вот все-таки в Нью-Йорке я вижу из тех людей, кто покупает, даже как инвестиционную квартиру, они все-таки, вот, знаете, как они любят этот город, они его понимают, они вот как-то проникают с этой энергией и, собственно, делают эту покупку именно вот потому, что они хотят здесь быть, да. Они или имеют какую-то историю с городом, или имели когда-то, вот, но это, это, наверное, реже люди, которые вот просто там из-за каких-то рентабельных соображений покупают здесь недвижимость. То есть все-таки люди, которые, я не знаю, мечтали бы очень много лет жить где-то рядом там с Бродвеем и ходить на эти все, в театр и смотреть все эти спектакли, вот сейчас, и вот они, они здесь, сейчас они поняли, что, наверное, вот сейчас возможность купить что-то для себя, всегда мечтал, хочу, хочу вот эту энергию, хочу здесь быть. Вот поэтому, наверное, может быть, Нью-Йорк, мне сложно сказать там про другие рынки, но вот я вижу по своим покупателям это те люди, которые такие die-hard Нью-Йорк lovers, да, то есть те люди, кто просто очень любит город, этот город с сердцем своим и поэтому они, собственно, делают эту покупку. Мне кажется, я больше не вижу вопросов у себя, но буду очень рада ответить на какие-то вопросы и быть на связи и помочь, если кто-то все-таки решится здесь купить, потому что реально у нас много, много что есть предложить и в разных ценовых категориях и, ну, и, наверное, даже с разной, с разной рентабельностью этой покупки. Спасибо. Катя, еще раз спасибо огромное. Я также хочу поблагодарить наших участников и слушателей. Хочу сказать, что на нашем сайте, в нашей рассылке, в наших соцсетях мы постоянно публикуем актуальную информацию. Пожалуйста, следите за нашими анонсами о следующих встречах. Напоминаю про выпуск «Наш Лондон». Потрясающий справочник, который содержит всю информацию о всех полезных местах и адресах в Лондоне. Ну, и хочу всем пожелать хорошего времени. Спасибо за то, что вы с нами. Всего хорошего. Спасибо большое всем. До связи. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok